Всем доброго времени суток. Мы продолжаем нашу игру Kerbal Space Program. И для начала я покажу, что тут происходит с ретрансляцией сигнала. В одной из предыдущих серий у меня корабль застрял на противоположной стороне Муны и никак не мог связаться даже при помощи спутника на орбите Муны с родной планетой. Я бы предположил, что ретрансляция сигнала невозможна, но казалось, что это не так. Эксперимент с несколькими спутниками оборудован несколько другими антеннами. Вот такая вот антенка. Позволяет ретранслировать сигнал. А вот такая не позволяет. Она только для прямой связи. Такая вот между ними разница. То есть связь с противоположной стороной планеты возможна. Также поэкспериментировал с роботами. Вот это стрипутник. Она открывается первой. Она летает нормально, но ничего не умеет. Даже не умеет поддерживать курс. Вот это ОКТО. Он, по идее, может поддерживать курс и совершенно самостоятельный. Однако он не видит управляющего сигнала с базы. Не того, который через антенну, а вот некоего виртуального. Поэтому он-то, конечно, готов лететь, но только в комплекте либо с кабиной пилотов, либо вот с первым базовым спутником. В этом случае корабль держит курс, как и предполагается по способностям этого модуля. И все хорошо. Но вот приходится ставить оба. Так что вот так. Теперь тандем, запущенный мной на орбиту, вполне обеспечивает связь. Надо будет еще третий. Допустим, используя ту же орбиту. Вот тут вот. И Муна будет полностью под контролем. Соответственно, в процессе изучения этого вопроса был построен вот такой корабль. Был изначально тандем, теперь он трио. Это все та же ракета, которая доставила на лун джебедаю. Я просто меньше баки заменил, очень крупнее. Открытые тем же. Благодаря тому же джебедаю. И вот такое вот трио. Вот эта вот центральная часть, вот досюда где-то. Это основной несущий спутник. Он долетает до орбиты и рассаживает по орбите двух своих меньших собратьев. С чем обеспечивает? Полную связь. Ой, что-то у меня не по центру. Вот так. Будет более красиво. Далее. Построена вот такая вот межпланетная ракета. И, собственно, испытано. Я купил вот это вот, нанял нового космонавта. И в качестве вступительного экзамена у него был полет до Муны, посадка и возвращение обратно. С научными данными, которые не довез джебедая. Потому что его лаборатория осталась на Муне. Он прекрасно с этим справился. Заработал вот звезду героя. Почти вторую. И у меня теперь три пилота. Плюс корабль, который может прилететь на Муну, приземлиться там. Ему даже бы хватило там пару раз перелететь в новое место и вернуться обратно. Единственным негативным моментом было то, что я забыл поставить тут разделитель. И сажал всю вот эту вот конструкцию на Кербин целиком. И, кстати, посадил. Чему немало способствовали три парашюта. В целом, такая вот машинка у нас будет служить для, ну, как минимум, для разведки Минмуса. А там посмотрим. Дальше на Дюну, скорее всего, полетит. Но тут будет добавлен еще немножко баков. В целом, это вот большие баки Рокомакс, которые открыты, опять же, благодаря Джебедайу и его полету. Ну, начнем. Я даже не знаю, в кого послать. Человек первого или роботов. Давайте посмотрим, что у нас в миссиях. И уже исходя из этого. Либо тех, либо тех. В активных у нас пролететь над Минмусом, плотнуть флаг на Луну и привести данные из космоса возле Кербина. Ничего сложного. Довести, довести, затестить. Ну, все это так. Нет, ничего не нравится. А потом надо будет спасать вот этих людей. Не написано, кто это. Ученый, инженер. В общем, нужны ученые, нужны инженеры, нужны пилоты. Нанимать их, в общем, достаточно недешево. Где у нас? Астронавты. Тоже не пишет цену, но недешево это. А, вот, следующий найдем. 79 тысяч. Ну, я лучше поспасаю. Итак. Это пока убираем в ангар, выкатываем трио. Запускаем трио к Минмусу. Залезть человеку-то вроде некуда. А то бывает прям вот как медом им намазано. 70 процентов. Все хорошо. Все хорошо. Да. Выкатываемся. Ночь. Луна. Нам полетим мы ко второй луне. Ну, все. Модуль включился. Поехали. А вот не помню, по какой орбите двигается Минмус. Надо посмотреть. Наши. Чуть под наклоном. Понятно. Наклонять орбиту, видимо, будем потом в процессе. Одним приемом. Выходя на орбиту к Минмусу и наклон орбиты подгоним. В целом Минмус славен чем? У него очень слабое гравитационное поле. То есть добычу топлива, когда оно будет, лучше всего производить там. Плюс кораблик с газовыми двигателями там может летать, приземляться, вытворять все, что угодно. Вот. Прошла первая ступень. Ой, я заранее не прибавил. Вырастим. Еще рано набок. Поэтому Минмус, следовать легко и приятно. На самом деле с ним даже проще, чем с Луной. Полет нормальный. Далеко отмотал. 48. Пора. Это же у нас... А, нет, это триллиант. То есть только гироскопом сейчас наклоняем ракету, получается. Не переборщить. Ну, собственно, все. Мы из атмосферы-то вышли. Так. Так. Ай-ой-ой. Зорька. Все. Вот так. С высотой. Слоя шикарная. То есть вообще на боковую кладем. На третью уменьшаем. Мне вообще все время кажется, что вот полная эффективность, и вот чуть меньше, она одинаковая у них по разгону. На полное только топливо больше жрется. На 86. Первая ступень отстрелялась. Ну, собственно, первая-то была твердотопливная, а это свивель уже. Он послабее, зато управляется. Не будем его сильно мучить. Поэкономнее без форсажа. Все равно разгон уже пошел. Разгон хороший. 1300. Там 2 с копейкой наберем. И будем уже на орбите. Кстати, можно выполнить миссию и отправить научные данные. Сейчас того робота их фиг отправишь. У него ни термометра, ничего нет. Так что ладно. Научные данные подождут. живых гербонавтов. Тормозь днем пока. И куда-нибудь вот сюда. Немножко нахально, конечно, но я думаю, орбиту выведем. Держать. Погнали. 2000. тысячи. Учитывая, что корабли возвращаться не должны. Вот эти им достаточно много топлива. Даже если учесть, что это сумма по всем трем корабликам. Все, пошел набор. Орбита есть. Так. Отключимся и осмотримся. Вот наш минус. Она уверяет, что нам оттуда на нее заходить. я в это не верю. Моим подсчетом нам делать это прямо отсюда. Давайте проверим. Так, это муна. Ай, перебрал с минусом. Уже видно, что не цепляет. Не цепляет, нет. Убрать. Ну, давайте на пробу тогда вот тут. Могу ошибаться. Ай. Да. Да, перетащим. Выше орбиты. Эть. Эть. О, как его плющит-то. Не в плоскости уже. Да что ты будешь делать? Ладно. насколько хорошо с маной все проходит настолько все с этим минусом таракана приснились так ладно отменяем минус минус что с тобой сделать у тебя орбита наклонена сильнее тогда варкнем всего суда маневр слава и еще вот ну совпадает и всего 200 метров набрать варк не все так просто смона и проще но по всей видимости околачивается как раз буквы за реальной области и на нее прям четко выходишь космодрома так поверну привычнее вот так было привычнее погнали что у нас по топливу оу да задается мне сейчас мы доберемся до основной ступени да там топлива конечно прилично там движок так себе что у нас там давай 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 а я не туда так вот куда он уходит я задавал по нормали стоять все как-то так далее минус отмечаю отмечаю что отсюда нужно заходить попробуем маневр оп перебор да цель есть максимально близкое расстояние о с каким переходом вот так да то есть когда мы будем здесь он будет там и с этим перемещаем и вот о какой колбас вуаля есть заход на орбиту минуса нам нужно у почти тысячу да видимо тут я промахнулся тысячу эта штука не наберет на двухстах топлива есть еще вариант последние два блока отправить на своих движках туда но что-то что-то мне сомнительно как-то я вот тут с коррекцией то орбиты потратил минимум надо будет еще баг добавлять так ладно крутим причем крутим без стабилизации как мы любим минус минус 7 секунд погнали вот так вот так где-то может на таком скромном половинчатом режиме она и разгонится что на полном по моему в холостую уходит большая часть мощности так и топлива 180 не очень сильно тратится наверное последний топлива его мало его совсем чуть-чуть топлива тебе сколько 160 ну да а на те баки похоже не считает за баки так носимые вы где но там и считать нечего 20 килограмм было бы чуть считать это чисто для коррекции орбиты маленького спутника так продолжаем хотя все не так плохо две трети скорость набрали топлива сожгли все ничего это не на орбиту выходить проще а у минуса можно корабль двигать вообще путем плевков в пространство пространство в принципе подпрыгнувший гербонавт имеет нехилый шанс уйти на орбиту что-то вот с этой синей точкой нету она вот в сторону уходит стоянно уменьшаем чтобы не проскочить когда понесет в неведомые далее было не было он не было на его дают 3 метра что-то по моему там не то ну ка тормознем вот так странно дернулся вот вот она вроде не расчетная а вот она гасим и он есть минус и контур ну что варп еще бывает таких полетах нехилый шанс пилиться в луну но к счастью на траектории это отражается совсем короткий отрезочек тут мы будем гасить всю набранную скорость нет контроль за издеваются то есть я не могу выдвинуть антенну не могу не могу шит поле шит а мы не сохранялись в последнее время так нить вместо 1 посмотрим конечно что у нас в пространстве ничего у нас в пространстве старту мы вернулись ну да как раз на старте ну что ж я тогда за кадром выведу кораблик в ту же точку второй раз записывать второй раз это не буду а на этом я пока прощаюсь с вами до новых встреч в следующем году